Здравствуйте, с вами Валерия Макарова и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Самарские баскетболисты не смогли одолеть на выезде команду Новосибирска. Уже в начале игры волжане постарались захватить инициативу, однако первая четверть закончилась со счетом 18-18. Второй период поначалу проходил в равной борьбе. Самарцам даже удалось совершить рывок и вывести команду более чем на 10 очков вперед. Впрочем, этот отрыв хозяева паркета нагнали уже в следующей четверти. Самой драматичной для самарцев стала концовка. Начались проблемы с точностью бросков, а тем временем сибиряки сравняли счет и продолжали увеличивать преимущества. Выправить ситуацию самарцы не сумели, помешали собственные ошибки. Матч закончился со счетом 80-73 в пользу Новосибирска. Самарский клуб потерпел первое за два месяца поражение в чемпионате Суперлиги. Еще одно поражение, но уже в хоккее. В очередном матче КХЛ Тольяттинская «Лада» в гостях неудачно сыграла с Ярославским локомотивом. Счет на 30-й секунде открыли хозяева, но «Лада» быстро его сравняла. До конца первого периода команды успели еще раз обменяться шайбами. Вышли вперед ярославцы во втором периоде. 3-2. Эти цифры оставались на табло до конца игры, когда хозяева забросили шайбу в пустые ворота «Лады». 4-2. Самарская шпажистка Ирина Охотникова завоевала серебро на первенстве России по фехтованию. В нем участвуют лучшие молодые спортсмены не старше 21 года. Ирина Охотникова успешно прошла групповой этап, а в стадии плей-офф одолела соперницы Саратова, Москвы и Северной Осетии. В финальном поединке самарская шпажистка уступила москвичке Азенат Муртазаевой 8-15. В командном первенстве сборная шпажисток Самарской области стала четвертой. Среди юношей в личном зачете лучший результат среди самарских шпажистов показал Александр Гладков, ставший десятым. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем. Редактор субтитров А.Семкин